Я считаю, что вся инициатива в этой войне должна принадлежать Украине, и самое важное, что если Украина на каком-то из треков упустит эту инициативу, обязательно воспользуются другие своих интересов. И Украине надо владеть инициативой не только в военном плане, но, конечно, владеть инициативой с точки зрения послевоенного устройства как минимум России, а как максимум Европы. И здесь у нас совпадают интересы с Восточной Европой, с поляками прежде всего, со странами Балтии, думаю, что и с Финляндии, например, со всеми приграничными странами. И для того, чтобы победить, нам надо помнить, что мало освободить территорию Украины, надо ликвидировать империю, чтобы она больше никогда не возродилась, и для этого нужен долгосрочный системный план, который бы инициировал и продвигал бы на всех площадках именно Украину. Ну вот, пока мы с вами говорили, стало известно, что Владимир Зеленский запросил провести мирный саммит по Украине без Российской Федерации, его просьбу обсудит Варшава Семерка. И, собственно говоря, они могут обсудить это предложение на встрече в Японии, о чем пишет газета Financial. Да, вот вы понимаете, Юля, вот смотрите, я поддерживаю любой абсолютно саммит по Украине, потому что очень важно говорить, очень важно про это говорить в контексте и поставок оружия сейчас, и в послевоенном возрождении страны, восстановлении разрушенной инфраструктуры в будущем. Это, безусловно, является очень важным. Но на самом деле саммит надо проводить не по Украине, саммит надо проводить по России. Нам нужно провести аналог Тегеранской и потом Ялтинской конференции, которые были в 43-м и 44-м годах. Нам нужен международный план победы и послевоенного устройства постсоветского пространства и прежде всего России. Вот что нам нужно сделать, потому что побежденная страна не может быть оставлена сама по себе. Нам необходимо понимать, что там будет происходить и какую роль сыграют как приграничные страны, так и другие страны коалиции Рамштайн. А как вы видите будущий мирный план, условный план Маршала для Украины? План Маршала для Украины на данный момент целиком и полностью зависит от того, что будет происходить в России. Я извиняюсь, что я все время поворачиваю на одно и то же. Потому что главный вопрос это наполнение его деньгами. И деньги основные должны быть получены именно с России. Это замороженные сейчас золотовалютные резервы, это олигархи и это послевоенные репарации. Если власть в России не поменяется кардинально, то есть кардинально я имею в виду не просто замена Путина на Мишустина, но смена целиком элиты, смена всей системы управления. Если этого не произойдет, то денег не будет. И поэтому тогда план Маршала это будет сравнительно небольшой проект, который будет полностью происходить под управлением Соединенных Штатов и еще немножко Евросоюза. В нем будет несколько десятков миллиардов долларов, что заведомо недостаточно для восстановления страны. И все это будет происходить без нашего участия, это будет происходить под международным управлением и международным контролем. Если же удастся реализовать все, что задумано по отношению к России, выстроить там нормальную демократическую страну, которая будет каяться и будет возмещать ущерб, тогда Украина получит сотни миллиардов долларов, которыми может распоряжаться так, как она считает правильным. И именно поэтому надо говорить прежде всего о том, что будет в России после войны.